В среду в лицее номер один прошел большой праздник, подводили итоги года и награждали лучших учеников. Причем поощряют тут не только грамотами, но и финансово. Сначала отметили отличников учебы, а потом свою порцию славы получили победители разных этапов Всероссийской Олимпиады школьников. Все это либо заработано лицеем, либо идет из правительского фонда, который в лицее существует. Эта традиция 23 года уже, и в принципе успехов все больше и больше, и праздники проходят все дольше и дольше. Потому что только 200 человек выиграли муниципальный этап Олимпиады. Еще одна традиция учебного заведения – это выбирать короля и королеву наук лицея. Они определяются, исходя из успехов, которых достигли претенденты в учебе. Олеся Тухватулина, действующая обладательница короны, в этом году заканчивает 11 класс. Поэтому на церемонии выпускница передала свой титул не менее достойной лицеистке. Королева – это такая ученица, которая обязательно должна быть отличницей. И у нее должно быть максимальное количество достижений. То есть и Олимпиады, учебные и творческие конкурсы. Человек, интересующийся всем. Имя новой королевы наук лицея назвал директор учреждения. Александра Мамчур, ученица 9 класса, является неоднократной победительницей муниципального и регионального этапов Олимпиады школьников. В этом году она стала призером сразу по трем предметам – биологии, литературе и физике. Поэтому ее кандидатуру поддержали все без исключения. Есть примеры для подражания. Это, естественно, мои родители, мои родственники, которые тоже в свое время хорошо учились. И сейчас тоже продолжают учиться. Вообще, я думаю, самое главное – это стремление познать себя. И когда познаешь себя, пробуешь себя в разных направлениях. И что тебе больше нравится, то получается лучше всего. По итогам учебного года подарки и денежные призы получили более 300 лицеистов. Учитывая, что в учебном учреждении обучается всего 550 подростков, остается сделать вывод, что каждый второй здесь имеет то или иное достижение. Лилия Ахметова, Булат Мирзин, информационная программа «Ежедневник». Продолжение следует...